Мы приехали к вам из Бурятии. Что знаете об этом регионе? Блин. Бурятия? Честно, вообще ничего. Вообще-то, да. Это республика где-то находится на севере. На севере? Нет? Это кадры 2021 года. Тогда сотрудницы нашего телеканала отправились в Сочи и выяснили, что там практически не знают о Бурятии. Но теперь ситуация может измениться. Уже через несколько месяцев в республике откроют прямой рейс из Улан-Удэ в Сочи. Перевозчик авиакомпания iFly. Последовательно развиваясь, мы запускаем линию Улан-Удэ в Сочи. Мы уже видим, что она достаточно востребована, потому что продажи уже ведутся, а агенты активно нас продают. И, в принципе, нет никаких сомнений, что мы эту линию запустим и, скорее всего, будем дальше развивать полетную программу из этого города. Самолеты начнут летать 31 мая. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Из Улан-Удэ в Сочи по понедельникам и пятницам, в обратном направлении по четвергам и воскресеньям. Время в полете составит около семи часов. И все это обойдется примерно в 22 тысячи рублей на человека. Но есть и субсидированные билеты. Для пассажиров льготной категории они будут стоить около 9 тысяч. Это молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды. Прибавление такого замечательного направления, как Улан-Удэ в Сочи, конечно же, это настоящий прорыв 2024 года. Надеюсь, продолжим наше сотрудничество и расширение программы с авиакомпанией iFly через новый терминал. По тем маршрутам, которые Андрей уже сказал, это Улан-Удэ в Сочи, Улан-Удэ в Санкт-Петербург, Улан-Удэ в Москва ежедневным рейсом. Новые рейсы из Улан-Удэ планируют запустить в следующем году. Но это не означает, что аэропорт Байкал перестанет сотрудничать с другими перевозчиками. Даже несмотря на недавние события с бортом авиакомпании S7. Напомним, за последнюю неделю уже два самолета не вылетели в Москву из-за технических неполадок. На это повлияли жестокие морозы, которые сейчас у нас стоят в республике. Зима всегда непростой период для гражданской авиации, для самолетов, которые проходят. Если мониторить ситуацию не только по Улан-Удэ, а по всей Российской Федерации, мы видим, что такие случаи бывают. Но вернемся к аэропорту Байкал. На сегодняшний день из Бурятии самолеты летают по 13 направлениям. Совсем скоро их станет 15. Помимо Сочи, прямые рейсы появятся и в Горно-Алтайск. Кроме того, планируют увеличить перевозки внутри региона. Ежегодно мы предусматриваем порядка 70 миллионов рублей на субсидию. В этом году, наверное, субсидию придется увеличивать с увеличением экономически обоснованного тарифа. В летний период времени мы планируем... У нас уже в бюджете есть направление Улан-Удэ-Крэн и разлет по Баунтовскому и Венкийскому району. Это Усть-Жилинда, Варваринск. И также в планах у нас организовать рейс на Улан-Удэ-Багдарин. Напомним, сейчас продолжается строительство нового терминала аэропорта Байкал. Он как раз будет предназначен для внутренних перевозок. Терминал введут в эксплуатацию уже в сентябре 2024 года.